Всем привет! С вами Юлия Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это династия Стыкеленбург. Вы смотрите 711 серию. Начнем играть мы с семьи Изабеллы и Дерека. Да, у них теперь уже официально своя семья и они поженились. И я надеюсь, что в этой серии мы сделаем им ребеночка, ну в смысле сделаем действие защищать ребенка и Изабелла у нас будет беременная. Вот пока они смотрят у нас фильм, кокетничают здесь друг с другом. А я давайте вам покажу, где они теперь живут. Это город Виллукрик, такой вот один из моих любимых райончиков, где есть такая вот река, по которой иногда плывет обалденный пароход. Вот я этот район перестраиваю потихонечку, уже вот эту улицу перестроила. Мне вообще очень нравятся районы, где есть улица и дома друг напротив друга. Таких районок, к сожалению, делают все меньше и меньше. Раньше вот почти в каждом городе они были. В старых городах вот Ньюк, Рисази, Спрингс, Виллукрик, они есть. И мне они очень нравятся, потому что так как-то все рядышком находятся. В последнее время, знаете, вот у одних тут дом, у других там, ну и какой-то вот, я не знаю, такой вот группы рядышком находящихся домов найти сложно. А так все соседи, можно сказать, что дружат друг с другом. Короче, здесь у нас три участка. Это дом на четыре семьи. Здесь, в общем, два таких отдельно стоящих дома на четыре семьи. Здесь у нас дом на три хозяина, как раз где живет Изабелла с Дереком. И здесь маленький участок, 20 на 15. Здесь у нас дом на два хозяина. Давайте покажу поближе вам конкретно наш дом. Ну, здесь еще, кроме нас, живет две семьи. Так, вы уже посмотрели, да, фильм? Идите еще какой-нибудь, посмотрите про ракету какую-то. И они абсолютно одинаковые, да, только вот цвет разный. На первом этаже у нас они куда-то... Они сами идут делать в уху. Ух ты, их и просить не надо. Они хотят, только они... Подождите, вы в уху? Мне ребенок нужен. Давайте сделаем действие защищать ребенка, потому что мы хотим род наш продолжать. Давайте, девятое поколение с Текелинбургом заделайте нам, пожалуйста. Я буду очень рада. Ребенок Изабеллы и Дерека станет первым представителем девятого поколения. Вообще, Изабелла у нас это ветка первенцев. По всем поколениям с Текелинбургов ее предки всегда были первыми. Вот, и я надеюсь, что так и будет продолжаться. В общем, она у нас первенец в восьмом поколении. Ее ребенок станет первым представителем девятого поколения. Короче, нереально круто. Ну, давайте, раз они уже здесь, покажу вам второй этаж. На втором этаже есть две детские спальни. То есть, вот в этом доме, ну, как бы можно двоих, даже троих детей запросто иметь этой семье. Вот, спальня для взрослых. Довольно-таки большая, не маленькая. Вот, есть еще санузел. Два санузла, потому что еще один санузел на первом этаже. Гостиная, где они вот только что были. Кухня. Ну, короче говоря, здесь им можно жить долго. Насколько долго они здесь проживут, я сказать пока не могу. Потому что там, может, захотят куда-то переехать в отдельно стоящий дом. Может быть, кто его знает. Может, они с соседями не уживутся. Мы будем играть здесь на стримах. Посмотрим. Кстати, прошлый стрим. На прошлом стриме мы... Давайте тест сделаем. На прошлом стриме я играла за стыки Ленбургов. Произошло много таких интересных событий. Ссылку на стрим я оставлю в описании. И вот где-то здесь тоже ссылочка на стрим должна появиться. Можете пересмотреть. Ну, о важных событиях я вам и так расскажу. Ну, самое главное, это то, что Эстель у нас нашла парня на прошлом стриме. И... О, безобеременела она с первого раза. Отлично. Давайте мы Дереку скажем. Я думаю, что он несказанно рад. Не уверена, конечно. Ну, они же планировали. Значит, наверное, рад. Так, и, кстати, нам нужно еще... И собрался куда-то сразу идти. Куда-то собрался идти поболтать. Поболтать. И забыл. И решил подсесть поближе. Говорит, ну все, говорит, надо теперь это самое... Осторожно, не знаю, в больнице ходить. С медведями не сражаться. Да, кстати, я хотела Изабеллу устроить на работу. И уволить, наверное, сначала ее из вот этой ее спасательной бригады. Уволиться. Кстати, я надеюсь, что беременную возьмут на работу. Сначала, конечно, нужно было нам уволиться. А потом идти работать. Так, она почему-то с Каллией тут не особо дружит. Стать кому-нибудь врагом. Отправиться на пробежку. Так, и давайте начнем карьеру. Будем работать тоже детективом, как и Дерек. На каком-то из стримов сходим, посмотрим, чем там будет у нас заниматься Изабелла. Я думаю, что Изабелла не будет там себя уж супер повышать в карьере. Ей там второй или третьей ступени вполне хватит. Кстати, вот они могут с Дереком пойти и побыть во дворике. Я вам дворик не показала. Вот дворик общий для всех трех домиков, для всех трех семей. Я сначала хотела, чтобы у каждого был отдельный дворик. Но мы на стримах попробовали. Не выходят соседи в свои дворики. И как-то одиноко от этого, мне кажется. Давайте Дерек у нас приготовит что-нибудь покушать. Вот, только я не знаю, для себя он или для всех приготовит. Вот, а Изабелла здесь посидит. Я надеюсь, что соседи... Ну, сейчас просто ночь. Может, они ночью не выходят. Но так я надеюсь вообще, что соседи будут выходить и будут пользоваться всеми этими вещами. И как-то будет поживее все выглядеть. Тем более, у соседей есть дети. Ну, не у всех. Здесь живет семья Мот. У них девочка Тоддлер. И здесь живет Питер Паркер с Холидей. Вот, они у нас недавно поженились. И, в принципе, тоже планируют ребенка. Как Изабелла и Дерек. И их ребенок, скорее всего, будет сверстником. Изы и Дерека. И, возможно, они будут дружить. Если долго здесь проживем, посмотрим. Хотела еще сказать, что у Изабеллы появилась вот такая черта, что получен школьный аттестат в интернете. Но, тем не менее, такая вот нехорошая черта. Воспоминание, наверное, это не черта о том, что у нее все-таки было незаконченное среднее образование. Оно у нее осталось. Ну, я думаю, что это не портит ей жизнь. Это не больше, чем воспоминания, которые, в принципе, ну, эту проблему она исправила. И потом в интернете заочно доучилась. И смогла пойти работать в карьеру детектива. К счастью, она избавилась от тех страхов, страхах, которые у нее были. У нее был страх разочаровать родителей. Вот сейчас у нее, по-моему, вот в психическом здоровье, с психическим здоровьем все хорошо. Вот, благодаря психологу, благодаря Дереку, наверное, его поддержке. Ну, не без его помощи. С мамой как-то они ладят. Вот, хотя у них с мамой и разные, ну, как бы вообще взгляды на жизнь. Тем не менее, они там общаются. Часто приходят друг к другу в гости. Но вот это решение жить отдельно, мне кажется, это было правильное решение. Ребенок Изабеллы и Дерека у нас будет представителем, первым представителем девятого поколения. Давайте покажу вам наших стыки Ленбургов. Не знаю даже, кого больше хочется, девочку или мальчика. У нас сейчас как-то вот все одинаково идут. Поэтому любому полуребенка буду рада. Ну, имена вас попрошу. Хочется, наверное, что-то такого интересненького. Прямо такого необычного. Все-таки первенец. Это вообще у нас вся ветка первенцев. Посмотрите, давайте пройдемся. Конни, потом Маркуша второе поколение. В третьем поколении Селеста первенец. Потом Даррен, Дуглас. У Дугласа было двое детей, двойняшки. Но Ролан старший, то есть он первый родился. Поэтому он первенец. И, собственно, это и так, это ветка первенцев. Вот Дорис и Изабелла. У Изабеллы есть еще вот Эстель. Но вот ветка первенцев у нас идет по Изабелле. И следующий ребенок ее продолжит. В общем, нужно будет теперь как-то стараться, чтобы всегда потомки Изабеллы, всех ее первых детей, тоже становились первыми в своем поколении. Это будет... У каждой ветки, практически у каждой ветки, есть своя какая-то фишка. Вы можете сейчас это промотать, если не интересно. Ну, а так, в принципе, например, у Андреа фишка в том, что вот начиная с Андреа... Конечно, это неправильно, потому что здесь есть Маркуша, но хотя бы начиная с Андреа, здесь у нас есть ветка девочек. Ветка девочек, и я надеюсь, что ее продолжит Мелоди. Она не такая уж большая. Два, три, четыре, пять. Пять у нас только девочек, но тем не менее, вот пять раз у нас только девочки одни были. Есть еще у нас также ветка мальчиков. Ветка мальчиков у нас идет от Селесты, и тоже как бы не совсем сначала, но тем не менее, вот от Дарена, Дуглас, Нейтан, Ксавьер. У него два мальчика, и есть шанс, что у них у обоих тоже там, у кого-то из них будут мальчики. Так что вот ветка мальчиков продолжится. Ну, ветка наследника, про нее чего тут и говорить. У Ивы ее детей. Ну, я не знаю, тут, блин, желтая ветка какая-то, наверное, потому что у всех, у всех, начиная с Шарлотты, здесь желтые волосы. Вот прям. И носики, кстати, у них у всех. Я не знаю, какой, конечно, будет носик у Вилла, но у них носы тоже все в мужа Лорочки. И давайте немножко поиграем за семью Бернарда. В прошлой серии мы играли за Бернарда. То есть не в прошлой серии, а на прошлом стриме. Вот можете пересмотреть. Значит, Бернард сейчас хочет поближе познакомиться со своими сыновьями. Ну, как бы он и так их хорошо знает, но он хочет не ошибиться в своем выборе. Он должен решить, кто из мальчиков станет наследником. Вот ему такой сложный выбор предстоит сделать, и он хочет выбрать из них, ну, можно так сказать, самого достойного. И боится ошибиться. Поэтому он будет сейчас с ними больше времени проводить, больше их узнавать. На прошлом стриме мы с мальчиками ходили, занимались спортом. Вот так как Бернард у нас спортивный, он попытался их в свою, так сказать, стихию окунуть. Но они оба немножко занимались спортом. Вот. Я хотела их еще отправить в цветочный магазин, но почему-то он не работает. Не получилось у меня, чтобы они там... Я не знаю, я моды разные удаляла. Походу, это не в модах вообще дело. Вот. Но почему-то цветочный магазин не работает. Ну, а тем не менее, наследник, ну, тот Сим, который станет наследником, он унаследует еще и цветочный магазин. И Берни очень хочет, чтобы вот этот семейный бизнес, он не пропал, чтобы Симы, ну, как бы... Чтобы наследник, да, графиня пришла. Кошка по имени графиня тут подмяукивает. Да-да-да. Ну, вот как я говорю, что он пытается, в первую очередь, для себя, сыновей не разделять, что он обоих любит, и он хочет выбрать, кто из них станет самым достойным, и ему, ну, как бы, отписать все это царство. Ну, а царство у нас включает в себя титул графа, естественно, который будет дальше передаваться, ну, и наследник этой большой династии. У меня никаких ограничений по выбору наследника нет, то есть я, ну, или Бернард у нас сам выбирает, кого он хочет видеть следующим наследником. Поэтому Бернард объявляет им такую новость, что мальчики, пожалуйста, не затягивайте с выбором второй половинки. Я хочу посмотреть, кого вы себе выберете. Да, эта кошка говорит, я тоже, я буду выбирать, я буду выбирать это самое, для моего внука невесту. Мне кажется, она любви хочет. Он хочет, чтобы сыновья успели жениться до того, как он умрет, а он себя, кстати, чувствует уже не очень хорошо. Да, и он об этом говорит, что, возможно, он не успеет дожить до глубокой старости, вот так как вот все эти события очень сильно отразились на его здоровье. И он хочет посмотреть, какие семьи будут у его мальчиков, потому что он не хочет больше видеть продолжение сериала «Мать-наследника». Он хочет, чтобы у его сыновей, ну, хотя бы у наследника, была жена милая, хорошая, добрая девушка, подобная Доротея. Да, вот он вслух опять это говорит. Сеп сидит такой грустный, короче. Говорит, подобная Доротея. Я не хочу, чтобы она была, ну, не дай бог, как Тиана. И говорит, и хоть я и люблю свою маму, и все дела. Но давайте, короче, дальше обойдемся без властных женщин в этой династии. И попрошу вас, короче говоря, выбрать себе хороших, достойных жен. Я это все к чему? Мне очень самой тяжело сделать выбор. Берни тоже. И я думаю, что мы будем выбирать, исходя из того, какую семью выберут себе ребята. Вот, какая девушка, кому приглянется. На прошлом стриме мы уже начали знакомить парней активно с девчонками. Сеп у нас успел... Ну, Сеп у нас познакомился только с Аннабель. Да, пока только одна девушка. Я ее не вижу сейчас. Вот, Аннабель. Они сходили на свидание, но, в принципе, таких как-то более глубоких чувств не возникло. Она вегетарианка, любит природу, обжора. Ну, не такие уже плохие черты. Она, кстати, вот тут у нее плюс есть. Оказывается, она еще родственница. Она племянница Эми. Что может тоже как-то, ну, может быть, отразиться. Я не знаю. Вот. А Сеп, кстати, то есть не Сеп, а Эдвард. Эдвард оказался более активным и познакомился с тремя девушками. Или даже с четырьмя. Он на прошлом стриме там просто отжигал. С несколькими девчонками сходил на свидание. Это была Роза. Но у Розы, мы посмотрели, у нее оказались вот эти две, я не помню, оказались ужасные черты характера. И я думаю, что Берни они явно не понравятся. Поэтому не стоило бы ему на нее серьезно ее рассматривать. Также ему понравилась Эмма, но она была на работе, и он не смог с ней познакомиться поближе. А вот Наоми, да, третья девушка, с которой он познакомился, мы не узнали, к сожалению, ее черты характера. Давайте мы ее, не знаю, пригласим, что ли, пообщаемся. Она теперь работает. Мы ходили в цветочный магазин, но, к сожалению, цветочный магазин не работал. Вот. И он там познакомился с девушкой по имени Наоми. Мне, если честно, очень не понравится ее генетика. Ну, что ж поделать. Мы не всегда выбираем самых красивых себе. Вот. Но она такая милая девчонка, и она на нас теперь работает. Короче, я думаю, что мальчишки будут у нас взрослеть в ближайшее время, становиться уже молодыми в последующих сериях. И будем заниматься активно поиском девушек. Мы уже с несколькими познакомились, но я думаю, что им... Они теперь сами понимают, что они должны выбрать хорошую девушку, чтобы и папе... Не только, чтобы ему понравилось, да, каждому из них, но чтобы еще и папе понравилось. Так что это будет такое непростое действие. Вот она, Наоми. Давайте мы с ней поговорим. Можно сказать, что она пришла просто к Бернарду поговорить про цветочный магазин, потому что она здесь теперь работает. Ну, вот, как я говорю, мне не очень нравится ее генетика. Но, тем не менее, вот они как-то с Эдвардом проболтали полстрима. Я им этого действия не довалила, а они болтали и болтали. Ну, и как бы знак, не знак, не знаю. У них вот счастливые воспоминания кое-какие есть. Мы пока тоже не знаем ее черт характера. Но, с виду, милая девушка. Вот она, я думаю, Бернарду понравится. Но будем еще смотреть. Это все-таки выбор девушки, жены для наследника. Это не такое себе просто решение там на одну серию. Нужно будет с очень многими девушками познакомиться, пообщаться, прежде чем сделать выбор. Ну, и теперь же говорю, что еще и папа должен одобрить эту девушку, чтобы, если кто-то из них хочет получить наследство, то он должен, к сожалению, с этим считаться. И также мы сегодня поиграем семейкой Дорис. Сегодня будет день рождения у Эстель. Она станет молодой. И немножко тоже о них поговорим. Играли мы этой семьей на стриме. Тут произошли не очень такие для Дорис хорошие события. Как она говорит, Эстель совсем отбилась от рук. В прошлой серии Эстель и Эстель у нас обиделась. Даже не хочет вставать с кровати. У нас утро. Давайте предположим, что сегодня ей не надо идти в школу. Тем не менее, мы уже становимся молодыми. Ей эта школа уже и не нужна. Она обиделась, даже не хочет выходить из своей комнаты. А сегодня у нее день рождения. А Дорис тоже на нее обиделась. И считает, что плохо ее дочка поступила. На прошлом стриме Эстель у нас отправилась по свиданиям. Она пообщалась с несколькими парнями. И понравился ей один. Мы ее просто отправляли на прошлом стриме, чтобы она хоть с кем-то познакомилась в сохранении. Я думала, что не будет хороших парней. И, к счастью, нашелся сам отличный вариант. Ну, для Эстели отличный. Для мамы не очень. Вот. Кстати, мама пыталась ей соседа Джонатана, ну, как бы, предложить. Он хороший парень. Живет неподалеку. Часто приходит к ним, помогает. Ну, у Эстели не сложилось с ним. Курочка какая-то. А, вырастает у нас. Курочки тут есть. Они вырастают. Я вообще что-то как-то уже позабывала. Кто? Боже. Давайте мы ее разбудим и скажем, иди хоть матери помоги. Он курятник нечищен. А я не могла его пойти почистить, а потому что ты всю ночь где-то гуляла. На самом деле, она не всю ночь гуляла, но она очень поздно вечером вернулась. Она сказала маме, что пошла в библиотеку. На самом деле, она и была в библиотеке. Она в библиотеке-то с парнем познакомилась, но вернулась очень поздно. Вот. Давайте мы ее разбудим и скажем, иди хоть курятник почисть, имей совесть. Вот. Я знаю, что у тебя день рождения, попозже будет тортик. Эстель у нас обиженная. Даже, видите, маме ни слова не говорит. Так грустно посмотрела и пошла. И пошла чистить курятник. Так, да, я думаю, что ей вот тоже не нравится жить, почистить курятник в своем доме, но что ж поделать, куда деваться. Так, а ты иди, наверное, торт готовь, потому что сегодня гости придут. Большого дня рождения мы устраивать не будем. Вообще в этом доме, ну, нет никаких праздников таких больших. Все в семейном, маленьком, в семейном кругу. Вот. Пригласим только Изабеллу и Дерека. Вот. Ну, собственно, это вся наша семья, потому что Дорис вообще у нас не любит шумные вечеринки, гостей. Вот. Обижена Дорис очень сильно на Эстель, что ей не понравился тот парень, которого она ей выбрала, что она вот с кем-то своим познакомилась. И Эстель рассказывала ей, что парень хороший. В библиотеке, кстати, они познакомились. Вот. Эстель рассказывала, что он хороший, умный такой, как и она, паранойи. Кстати, тоже такое вот совпадение. Но Дорис даже про это слушать не хочет. Говорит, какой же он хороший, если вот из-за него ты так поздно вернулась из библиотеки. Говорит, был бы хороший, пришла бы ты домой еще в семь вечера. А так ты вот нарушила нашу с тобой договоренность, у них тут есть, вы знаете, что вот такая доска, что в семь вечера, все, нужно срочно идти домой. Если Эстель не приходит, то, ну, короче, дома скандал. Ну, он и произошел. Вот Эстель, ну, тем не менее, она уже очень обижена. Но вот парень этот ей понравился. Можете пересмотреть предыдущий стрим. Она даже в него немножечко влюбилась. У них вот зародилась романтика. Пока первого поцелуя не было. Вот, но мы уже видим, что какие-то отношения появились. Кстати, она общалась в тот день в библиотеке с многими парнями. С Гардльдом, со Спейсом, с Эммитом. Лероя, кстати. Мне очень хотелось, чтобы она познакомилась с Лероем. Но она с ним познакомилась, но у них вообще минуса пошли. Ну, вот ни в какую отношение. Тоже мне, как вариант, нравился Джонатан. Но, к сожалению, к моему, у них оказалась плохая совместимость. Короче, Эстель всех, вот кого я ей рекомендовала, она всех отвергла. Так, это ты что, пришла гонять наших курочек? А ну-ка, давай прогнать, Веснушка. Веснушка тут какая-то лиса бегает, хочет куриц наших украсть. Так, ты тортик приготовила? Да, тортик приготовила. Давайте добавим свечи. Давайте мы сделаем день рождения. Вечеринка, день рождения. У нас два гостя, Изабелла и Дерек. И, кстати, вот Изабелла нам как раз-таки новую счастливую расскажет о том, что она беременная. Может быть, Дорис как-то обрадуется и станет мягче по отношению к Эстель. Но это, конечно, это не точно. Так, о, у нее уже и живот такой большой появился. Но я думаю, что тут Дорис сходу скажет Ты как вырядилась? Ты что, не знаешь, что беременным нельзя каблуки носить? Говорит, ты что, нельзя? Ну, быстро сними, быстренько переоденься. Давайте мы ее переоденем. На самом деле, это правда. Беременным не рекомендуется носить высокие каблуки, потому что походка, можно сказать, становится такая нестабильная. Можно упасть. Ну, какой большой живот? Ты же только забеременела. Да, уже памперсик, думаю, это бутылочка. Так, ну давайте хотя бы там как-то обнимемся с мамой. Вот, она ее, конечно, поругала там за то, что она пришла на высоких каблуках. Ну, она теперь вообще решила, говорит, Ма, я вообще обувь сниму, буду ходить босиком. Говорит, чтоб ты не ругалась. Но Дорис найдет, за что поругать. Она скажет, ты что, холодно на улице? Ты просто, ты просто вообще сейчас замерзнешь. Быстрее заходи в дом. Босиком она приперлась. Вот. А Эстель переоделась, сидит грустная. А я думаю, что она очень хотела, чтобы мама разрешила пригласить Кларка. А именно так зовут парня, с которым она познакомилась. Но мама же, конечно, не разрешила. Вот. Напоминаю, что он у нас теперь предмет воздыхания. Есть романтический интерес. Он такой же, как и она, параноик. Что, собственно, интересно. Но мама не разрешила его пригласить. У Эстель, к сожалению, я вот обнаружила, что у нее тоже теперь есть страх разочаровать родителей. И вообще у нее куча комплексов. У нее боязнь неисполненных желаний. Она еще вот теперь, может быть, от этого у нее какой-то вот тремор. Она боится поконтрольную плохую оценку получить. Но может быть сегодня, когда она, ну, станет уже молодой, и она уже не будет бояться плохих оценок, потому что они уже ей не страшны, ей в школу ходить не надо. Ну, в общем, да, грустненькая у нас Эстель, что не разрешили ей парня пригласить. Мне кажется, что Изабелла должна пообщаться с Эстель, как-то подбодрить и сказать, что не надо во всем слушать маму. Вот перестань. Она тут что-то речь какую-то репетирует. И, может быть, она порекомендует Эстель тоже походить к психологу, потому что вот эта их проблема, она семейная. И вызвана она прошлым мамы вот этой ситуацией, которая случилась, к сожалению, с Дорис. Она это все вот на дочек своих перекладывает несознательно, не хотя этого. Изабелла, к счастью, избавилась от этой проблемы. А вот у Эстели эти проблемы только начинаются. Пока Эстель еще была там ребенком, подростком, она во всем слушалась маму, ее все устраивало. Как только она стала немножко старше, так ты что, кушать хочешь, не наелась? Да нет, вроде бы наелась. А, в туалет хочет. У нас домик маленький. Знаете, Дорис еще боится потерять Эстель. Ей не понравилось то, что Эстель нашла себе парня, который живет вообще в другом городе. Почему она хотела Джонатана? Может быть, потому что Джонатан сосед, и он тоже вот живет в своем доме. И если бы Эстель бы вышла за него замуж, они бы жили. Но он реально сосед. Дорис просто боится, что если Эстель выйдет замуж, и не дай бог переедет, то она бросит Дорис, и она останется одна. Для нее это самый большой страх. Вот, поэтому она и хотела Джонатана, который живет поближе. А этот парень, краб какой-то непонятный, живет где-то далеко. Нафиг он тебе нужен? Так, ну а мы тем временем задуваем свечи, загадываем желания, и будем выбирать последнюю черту характера для Эстель. Она у нас уже книжный червь и, к сожалению, параноик. Будем надеяться, что следующая, последняя черта характера будет хорошей, чтобы ее характер не усугубился. Эстель у нас уже с вами книжный червь и параноик. Параноик вообще ужасная черта характера. Мы сейчас расхлебываемся с Мелоди, что у нее постоянно страхи, не знаю, необоснованные. Вот она собирается замуж за Кая, и постоянно ей кажется, что он будет ей изменять. А у Эстель она параноик, и парень, с которым она познакомилась, параноик. Чем это обернется в будущем, я даже представить себе не могу. Но здесь вот надежда у нас на доброго, либо на лежебоку. Ну, было бы тоже. Или искусствовед, но что-то нейтральное. Творец, в принципе, тоже хорошо. Ревнивый будет очень плохо. Ирис была ревнивая. Этот самый Рей был ревнивый. Плохая черта характера. А в связке с параноиком это может быть вообще очень плохо. Так, черта для взрослого у нас будет добрый. Ну, просто, просто идеально. Но я ни в коем случае так не... О, боже, у нее та же проблема. У нее та же проблема. Но это из-за глюка. Вот эта вот проблема неоконченной образования, это... У меня мод стоит NPC, который, ну, не позволяет генерироваться симом. И поэтому, если есть какая-то работа, то он вот всех, даже подростков, устраивает туда. Вот, он устраивает подростков в эту работу, и они теряют школу свою, к сожалению. Я не буду... Эстель у нас по сюжету всегда училась очень хорошо. Поэтому мы не будем оставлять как Изи неоконченное образование и доучиваться в интернете. Мы просто как бы четырнем ей это образование. Ну, это будет честно, потому что она действительно всегда училась хорошо. Она всегда была послушной девочкой. Намного послушнее, чем Иза. Вот, и Дорис всегда не могла нарадоваться на свою дочку младшую. Но тоже так вот нельзя на ребенка. Я думаю, что и Дерек может сейчас как-то подключиться и скажет, ну, вы посмотрите, вот как мы с Изабеллой расхлебывались с ее проблемами. Не надо так давить на Эстель. Все-таки это ее жизнь. Ей уже 18 лет. Она... Уже можно... Может быть, мы выкинем вот эту хрень, наконец-то, скажет Изабелла. Говорит, мама, что это за расписание висит? Говорит, я всю жизнь тут жила, боялась прям просто на часы смотреть, потому что мне казалось, что сейчас будет одна минуточка позже, и все. И ты будешь ругаться, ты будешь кричать. Вот, я думаю, что... Может, девчонки действительно скажут, мама, пора это уже снимать, тем более вот уже Эстель взрослая. Ну, я думаю, что Дорис поддастся и снимет. Вот, а Изабелла... Все-таки Дорис порекомендует пойти к психологу и, наверное, сходит с ней и притащит туда маму. Давайте уберем эту доску, а на место этой доски потом повесим какую-нибудь красивую картину. А вообще, сейчас нужно порадоваться, что Изабелла у нас скоро станет мамой, и Дорис может начать вязать что-нибудь, вязать одежду. Я думаю, что она умеет, она не умеет. Блин, иди учись. Иди учись. На стримах, может, будем заходить сюда играть, она может и научиться, и свяжет костюмчик для своего внука. И еще напоследок мы зайдем к Мегеше с Саванной и посмотрим, как они здесь живут. А у них теперь просто крутецкая квартира. Просто шикарная квартира. Ну, правда, в том домике, где мы жили, ну, там слишком скромно. Все-таки для Саванны, да и для Мегеши тоже. Мегеша у нас получает очень хорошую зарплату. У него крутая, хорошая работа. Вот. А Саванна актриса довольно знаменитая, поэтому, ну, не гоже им жить в таком скромном домике. Вот для Изабеллы с Дереком подойдет. А для, конечно же, Саванны с Мегешей нет. Это квартира в очень элитном доме. Здесь у нас живет, в этом доме живет на третьем этаже даже сама графиня Дора со своей большой семьей. На четвертом, на высшем этаже в пентхаусе живет у нас Эмит, кандидат в мэры, сын миллионера Эмит. Пока живет один. Может быть, скоро женится. Здесь у нас живет вот по соседству на одной лестничной площадке с Мегешей и Саванной. Здесь у нас живет сын Карим, сын этого самого барона Оскара со своей женой и дочерью. Здесь живет у нас миллионерша Алана, а здесь у нас живет небезызвестный главврач Ларри. Со своими семьями, естественно, все они живут. Ну, то есть, это у нас очень-очень элитный дом. Вот, до такой степени, что здесь живут даже вот титулованные особы. Но я бы не хотела, конечно, чтобы те, кто с титулами часто жили в квартирах, все-таки лучше им свой какой-то отдельный дом. Но вот в этих квартирах было бы хорошо, чтобы жили у нас миллионеры, коих у нас очень много и нужен будет еще один такой комплекс элитный вот для наших миллионеров. Ну, посмотрим, как они здесь живут. Ну, квартира большая, здесь вот кухня, гостиная, один санузел, детская для будущего малыша, о котором я говорила, и у нас есть еще и спальня. Давайте поговорим о ребенке, о ребенке, которого они уже ждут. Дело в том, что Саванна воспользовалась услугами суррогатной матери, потому что она не захотела терять фигуру, беспокоилась об этом, так что она обратилась в клинику, ей подобрали суррогатную мать, но биологической матерью, конечно же, этого ребенка будет она. Кто отец этого ребенка, кстати, что-то я как-то не в тему подобрал. Ты что, ты не беременная у нас, а то я рассказываю, я надеюсь, что нет, не должна она быть беременной, нет, это у нее просто, наверное, что-то она не то съела. Кстати, вот мне интересно, у них вот чем они тут питаются, они, наверное, не сами себе готовят, куда они пошли искать приключения, а что ты какие, пока они ищут приключения, в общем, кто-то вынашивает ребенка Саваны. Хочу поговорить по поводу отца, было очень много предложений, самое, наверное, распространенное, чтобы Мегеша был отцом этого ребенка, а в мусорном контейнере будем искать приключений, ну давайте, ну давайте, ой, кстати, так и не удалила, это не удаляется, это стена, это надо в стройке удалять, я просто тут за домом немножечко картины выбирала, разные картины, вот эти, кстати, картины из этой тематики висят в спальне у Элеоноры, да, что хотела сказать, да, кто-то вынашивает ребенка Саваны, мы не будем знать, кто является отцом этого ребенка, потому что, потому что так не надо, слишком много мы делали действий, ну, вот, сгенерировать, как бы, донора кого-то взять, и все друг с другом породнились, уже просто невозможно, когда сводишь двух симов, кажется, хорошая пара, а потом, блин, да они же там родственники, двоюродные или троюродные, уже весь город такой, поэтому пусть лучше ребенок Саваны ни с кем не будет связан родственными связями, в общем, это не будет ребенок Мегеши, потому что я говорила, что Мегеша, вот, как-то в порыве, ну, гнева, не знаю, в общем, сделал себе операцию, больше детей он иметь не может, а также было предложение сделать отцом этого, клона, ну, то есть не клона, а его сына, то есть чтобы Рауф стал отцом, чтобы ребенок был похожим на Мегешу, ну, тоже, нет, не хочу, давайте так, Савана у нас, в общем, ей позвонили и сказали, что он как раз вот вовремя ей позвонили, она как раз была в мусорке, только она вылезла и раздался телефонный звонок, и сказали, что ваша суррогатная мать родила или рожает, да, скорее всего, рожает, и вот она поедет и будет принимать участие в родах, есть действие завести ребенка из пробирки с, то есть можно выбрать, кто станет отцом, но, как я уже сказала, мы будем просто завести ребенка из пробирки, ей позвонили и сказали, что суррогатная мама, у нее начались роды, и она, а этот будет ждать здесь, давай, иди, жди, ее переживает, но он не стал как бы тоже туда ехать, зачем, вот, и это девочка, это девочка, фамилия, ну, я думаю, да, фамилию мы оставим ей Флейм, тем более, Савана сама свою фамилию не меняла, она знаменитая, известная, возможно, в кругах широких этот ребенок будет известен, все-таки все будут думать, что это родной сын Мегеши, ну, просто, в общем, ну, например, там, самые близкие, конечно будут знать, что это не Мигель, его отец, ну, а так кричать направо и налево, что я вот просто так в клинике от какого-то донора родила, а Савана кричать об этом не будет, вот, что касается самой девочки, надеюсь, что она будет одна, бы уже я жиме не придумала, сейчас придумаю, что касается самой девочки, то я думаю, что она будет думать до определенного возраста, лет так до десяти, она будет думать, что Мегеши ее папа, а потом, возможно, они скажут ей правду, но я пока не знаю, в общем, короче, пока она будет считать его своим папой родным, может быть, в чуть более старшем возрасте, ну, ей раскроют тайну ее происхождения. Слушайте, сейчас такое имя нашла, решила назвать ее Зэма. Я вообще искала просто красивые африканские имена, потому что мне кажется, что Савана у нас сама вот родом откуда-то из Африки, имя у нее такое, вот, и искала значения, имена, и вот увидела имя Зэма. Ну, на самом деле, так она не особо красивая мне показалась, но значение этого слова мне очень понравилось, обозначает оно королева, и я подумала о том, что у нас же есть монарх в будущем, да, как раз мальчик Тоддлером стал, Теодор его зовут. Савана у нас имеет доступ к светскому обществу, она сама у нас светская львица, и, в принципе, конечно же, ну, безродную, без... беститулованную девочку монархи не особо хотели бы видеть там своей невесткой туда-сюда, но, тем не менее, это не просто там девочка какого-то там дворника, это знаменитая актриса, и, в принципе, это имеет право быть, вот, поэтому такое вот имя Зэма, Зэма Флейм, так, так, надеюсь, что одна, надеюсь, что одна, да, одна у нас девочка, кстати, сейчас посмотрим на ее глазки, она темненькая, она будет очень похожа на маму, и это большой плюс, почему большой плюс, потому что, ну, Саванна очень симпатичная, да, голубые у нее глаза, в этом есть хороший плюс, что нет отца биологического, это значит, что, ну, очень много черт лица, Зэма унаследует от своей мамы, а мама у нас очень-очень даже симпатичная, как Марсель отнесется к этой новости, я не знаю, он сейчас не общается с отцом, интересно будет, а вдруг действительно эта девочка станет в будущем королевой, у нас пока, кстати, на их же площадке живет такая же девочка, родители которой тоже метят, чтобы она стала будущей королевой, здесь живет Каракаксина дочка, по имени Карина, вот, и она единственная, наверное, пока возрастом с нашего будущего наследника, с Теодора, такого же возраста, вот, единственная девочка, но теперь, видите, у нее появилась маленькая конкурентка, который мы видим на берегу Aqui, с другой стороны, а именно там украдываем,